В этом телефоне кроется громкий скандал. Казалось бы, просто СМС-переписка, но на деле настоящий детектив. Вот я сейчас на этом, где он пишет, что если он его не убьет, то его Аллах накажет. Адвокат Иван Миронов зачитывает нам удивительные СМС-ки, которые однажды поздно вечером вдруг стали приходить ему от следователя, который вел дело его подзащитного Поткина. Где-то в начале 12-го я получил первую СМС-ку на свой телефон в серии, что вот ваш Саша перешел к черту, ждите последствий. А потом пошли прямые угрозы. Абонент на том конце обещал убить Поткина прямо в СИЗО. Да я туда столько раз с отверткой в сумке проходил. Вы просто не представляете, как часто. Могу шило взять? Я ему даже руками шею сломаю. А на следующее утро Шайдулин и вправду пришел в СИЗО с отверткой. И как позже Поткин рассказывал своему адвокату, следователь кругами ходил за ним по камере. Когда за ним Шайдулин его преследовал, держась за отвертку, то Александр в какой-то момент начал просто читать, помню, 90-й псалом, молитву, и он приятно экзорцизм проводить. Ему полегчало, он как-то так немножко успокоился. Мы решили узнать у следователя, чем же Поткин его так разозлил. Но абонент, кажется, больше не хочет общаться по телефону. Абонент временно заблокирован. Абонент заблокирован. Ранее Шайдулин говорил, что эта переписка – подделка и провокация. Хотя, как считает главный редактор портала «Медиазона», у следователя был повод злиться на Поткина. Он же сказал, что следователь к нему пришел, соответственно, в изолятор, и сказал, типа, отсоси меня. И он это сказал в суде. Да, по понятию следователя, он меня назвал там пидор, извините, да? Вот с этого все началось, с этой фразы. Такого, уверен Смирнов, следователь простить не мог. Ведь в Казани, откуда он приехал, взаимоотношения между гражданами и правоохранительными органами бывают весьма специфическими. Как это всем стало известно после истории с пытками в казанском ОВД Дальней. Я лично подозреваю, что в Казани просто невозможно такого рода переписку, вот как он уверен, такую роду переписку выложить. Потому что, ну, там все поймут, что это совсем не по понятиям. И там адвоката, там, больше не будет либо никаких дел, либо он там его покалечит. Да, ну, то есть, речь о понятиях и абсолютной такой этике, безусловно, к сожалению, идет. Но в Москве по понятиям у следователя как-то не получилось. Миронов с Поткиным тут же написали заявление в прокуратуру. И Шайдулина отстранили от дела. А из-за своей любви к отверткам и ледорубам он теперь и сам может оказаться там, куда ему так легко удавалось проносить подручные инструменты. Вадим Кондаков, Стас Феофанов. Настоящее время.